Вот что делает человек, который не знает, что хорошо, что плохо? Как вы думаете, друзья? Что будет делать христианин, который не определился, вот как ему поступить в какой-то ситуации? Кто-то хотел что-то сказать? Наугад. Наугад. Да, возможно, потом будет жалеть. Но мне кажется, что такой человек, если он действительно, знаете, свободен от предвзятости, от лукавства, от зла намеренного, такой человек будет смотреть, что делают окружающие его. И неизбежно в его поле зрения попадут первых два человека, о которых мы здесь говорим. Тот, который сильно свободен, и тот, который вообще не свободен. И неизбежно вот этот вот немощный брат будет смотреть и ориентироваться на их решения и их поступки. И вот здесь апостол Павел именно об этом и говорит. Он говорит об ответственности сторон. Оказывается, мы, когда христиане свободны, а не свободны, праведны, грешны, или в любом состоянии находясь, я имею ответственность за то, как я себя проявляю, и кто с меня берет пример? Вот об этом подумать надо, друзья. А хотим мы этого или нет, с нас берут пример. Если я грешник, называющийся христианином, то другой немощный брат или сестра, которые хотят согрешить, вот хотят, это их желание, но они боятся. Увидя, что я свободно делаю то, чего они боятся, завтра начнет делать это же. И наоборот, тот, кто не хочет, увидя, что есть те, которые воздерживаются, возьмет с них пример. А кто я из этих трех сегодня? Но это еще не все. Если говорить об ответственности сторон, и на мой взгляд, самая большая ответственность лежит, знаете, на ком? Из этих троих возможных категорий. Я так образно, мне так легче рассуждать, разделил себе. Я понимаю, что это все условности, еще раз повторяюсь. Знаете, на ком самая большая ответственность лежит? Как-ак? Ну да, но брать могут и с одного, и с другого, и даже с третьего. Андрей подсказывает, что на том, с кого пример берут. Это правильно. Но я для себя вижу, что наибольшая ответственность лежит на том, чья совесть свободна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!